Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесию в рамках экскурсионного тура прибудет туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Республика вошла в число четырех субъектов макрорегиона, включенных в путь следования популярного круизного поезда. Он примечателен своим маршрутом и алгоритмом движения. Турист может отправиться в семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде и посетить сразу семь городов России, четыре из которых расположены на Северном Кавказе. То есть расписание экскурсионного тура рассчитано так, что каждый новый день турист посещает новую локацию, а ночью выдвигается уже к следующей, используя поезд в качестве отеля на колесах. Экскурсионный тур позволит туристам посетить главные природные достопримечательности Северного Кавказа, погрузиться в культуру и традиции народов, проживающих в макрорегионе. Сегодня в Крачево-Черкесию прибыли 200 человек. Для гостей предусмотрен турпакет с посещением курорта Донбай с возможностью поднятия на канатных дорогах на гору Муса-Ачитара. Полный зал овации и пожеланий театр из Донецка приехал в Черкесск со спектаклем «Я знаю правду». Зрителям была представлена постановка по мотивам книги «Война в Донбассе. Народная летопись. История о трудных днях в условиях боевых действий с 2014 по 2017 год на Донбассе». Дарья Тендит расскажет подробнее. Сколько убит, сколько раненых, скольких инвалидами сделала эта война, развязанная Украиной, сколько сирот оставили. Заглушающий грохот взрывов и страх за свою жизнь. «Я знаю правду, это даже не спектакль, а документальная драма». Все монологи на фоне страшных кадров видеохроники. Обстрелы, разбитые дома, покалеченные и убитые мирные жители Донбасса. «Война в Донбассе – народная летопись. Это действительно история настоящих людей, которые пережили те страшные события 2014-2015 года в Донецке. Приехали рассказать ту правду, которая с нами происходила, потому что мы тоже там в это время находились, донести до зрителей, которые, может быть, не все еще знают». По замыслу постановки, актеры на сцене – обычные жители Донбасса, которые скрываются в подвале от постоянных бомбежек и рассказывают пережитые истории. Им самим не раз приходилось рисковать жизнью и здоровьем, ведь обстреливали даже здание театра, в котором они работали. «Все время у нас репетиции под обстрелами, когда сильные обстрелы центра города. Мы прятались в бомбоубежищах, ходили на работу под бомбежками. У нас у всех одна миссия – это рассказать правду». Это честный, откровенный разговор о войне, о стране, о жизни под обстрелами и о том, как хрупок мир, в котором нет крепких человеческих отношений. «Чем дольше идет война, тем больше пропасть между воюющими. Все устали от войны, устали от лжи лицемерия тех, кто ничего не знает о войне, не видел ее собственными глазами, пишет о них всякую о киней. Вы приезжаете, под свистный пуль ломаются судьбы, под взрывы снарядов разрываются сердца. Но в нас, во всех нас живет вера и надежда, что мы будем жить под мирным небом». В зале филармонии не было ни одного равнодушного. Постановка очень растрогала зрителей. Они сопереживали и поддерживали актеров, а в конце глаза каждого были полны слез. «Очень тяжелый спектакль, именно эмоционально. И люди, которые это пережили, очень сильные». «Становится страшно, что где-то это происходит каждый день, где-то умирают люди, умирают дети. Вот за эти полтора часа дает возможность погрузиться, почувствовать боль и задуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы помочь как можно скорее закончить эту войну». «С самого начала и до конца проплакала, потому что это… Я не знаю, как люди, правда, выносят, как они… Столько лет они держатся. Я просто восхищаюсь этими людьми». Дарья Тенди, Талий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Живой поэт огромной силы. Слова, адресованные творчеству народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, мероприятие состоялось в рамках его 155-летия. Провели и организовали встречу в Государственной национальной библиотеке в Нихалимат Байрамуковой. Гостям рассказали о жизни и творчестве Сулеймана Стальского. Подробности у Альбины Ламковой. «Еще ни листьев, ни плодов на ветках яблони моей, а ты уж петь с неё готов, не терпели вы, соловей». Соловей – одно из самых популярных стихотворений народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Его творчество считается главным литературным отражением народной жизни кавказских народов на рубеже 19-20 веков. Является основоположником поэзии на лизгинском языке. Показывает, как доброта души и искренность помогают даже самому скромному человеку обрести признание, коснуться своим творчеством сердец самых разных людей. Но свою поэтическую деятельность Сулейман Стальский начал со стихов на азербайджанском языке. Надо сказать, что творческий вечер поэта прошел в сотрудничестве с представительством правительства Республики Дагестан. Приняли участие в мероприятии представители творческой интеллигенции республики. Сулейман Стальский использует в своем стихосложении необычную подачу, говорят те, кто знакомится с его творчеством. Очень интересное стихосложение. Я не знаю, с чем это связано. То ли это с переводчиками связано, то ли с тем, что он так писал. Мы подобрали, конечно, стихи, но было бы просто интересно, что вот у него каждый раз упоминают Сулейман Стальский. Или вот вы уже говорили, что у него вот строчки повторяются интересно. Работники библиотеки предоставили всем уникальную возможность послушать аудиозапись выступления Сулеймана Стальского на первом всесоюзном съезде писателей. Он состоялся в 1934 году. На творческий вечер народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского была приглашена и молодёжь. Интересно было слушать его родной язык. Лизгинский. Декларировала его Ильина Вагидова. Стихотворение, серьёзный его смысл, заложен уже в названии. Без дела не разговаривай. Сулейман Стальский был поэтом от Бога. Горячо любил родной Дагестан, страстно откликался на все события, происходящие на его родине. Поэзия Стальского современная и звучит актуальной в наши дни. Его мудрые жизненные прозорливые стихи будут звучать к месту и в наше время. Изначально по российскому паспорту Сулейман Стальский носил фамилию Гасанбеков. Но во всех своих произведениях вместо официальной фамилии использовал название своего лизгинского рода Сихила Стал. Творческий вечер народного поэта Дагестана прошёл на одном дыхании, подарив участникам восторженное настроение и вдохновение. На встрече была возможность не только познакомиться с творчеством Сулеймана Стальского, но и проникнуться в культуру Дагестана. Празднование 100-летнего юбилейного года одного из главных печатных изданий Республики газеты «Черкесхэку» началось в ритме спортивного духа. Волейбольный турнир юных любителей зрелищной игры в честь любимой газеты стал подарком от лица спортивного сообщества Хабецкого района. Пришёлся ли президент по вкусу работникам пера и бумаги узнавала Фасима Даурова. Спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Хат» в Ауле Хабец стал местом встречи шести волейбольных команд, представляющих родные пенаты. Образовательные учреждения Аула Валибердуковский, Зиюка, Бавука, Малый Зеленчук, Псаучедахе и Хабец. В руках капитанов команд – дощечки с надписями, символизирующими название печатного издания в разные периоды его становления. Такой тонкий знак внимания пришёлся особенно по душе виновникам торжества – коллективу газеты «Черкесхэку». За эти сто лет газета несколько раз меняла своё название. И эти команды сегодня вышли именно со старыми названиями, которые раньше носила наша газета. Это было очень приятно. С приветственными словами к участникам турнира обратились представители районной администрации и самой газеты – ветераны спорта, которые рассказали молодому поколению об истории национальной газеты, о важности тех задач, которые она выполняет в вопросах развития и сохранения родного языка, традиций и культуры черкесского народа. Что для нас важно, здесь участвует именно молодое поколение, которое, на наш взгляд, действительно дальше должно знать и продвигать историю своего и народа, историю своей газеты, единственной газеты, которая выходит на черкесском языке, на территории Карачаева, Черкесии. Единственное государственное издание, которое сохраняет язык и культуру нашего народа. И вот наступило время для захватывающих и зрелищных партий. Волевая игра, требующая от волейболистов не только индивидуального, но и командного подхода к самому процессу. В некоторых местах равное по силе, в других напряженное, сменяющее лидеров из-за допущенных ошибок или дающее возможность догнать вперед идущих по счету. Все зависит от профессионализма и, конечно же, удачи, ведь ее никто не отменял. Уровнем развития волейбола на данный момент в Хабецком районе гордятся как ветераны спорта, так и любители активной игры. У нас в Хабецком районе волейбол развивается в ногу со временем, можно так сказать. У нас где-то по району занимаются 250 человек, занимаются на любительском уровне. Это очень радует. Девочки и мальчики всегда в хорошей физической форме. Я очень рад. Сегодня молодые ребята играют. Они сейчас школьного возраста, но в будущем они будущие волейболисты. Еще, конечно, им расти и расти, но молодцы. Те тренера, которые работают с ними, вот в Беслине есть тренер, раньше не было по волейболу. Есть в Малом Женчуке, есть в Хабезе, есть в Алибердукове. Я очень рад этому. Волейболисты из Хабеза продемонстрировали впечатляющие прыжки и удары, которые с сочетанием с волей к победе обеспечили им первое место турнира. На втором оказались их соперники из Аула Алибердуковский. Третью позицию заняла команда из Бавука. Все участники турнира были награждены кубками, медалями и грамотами в честь векового юбилея родной газеты. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. А любителей футбола сегодня ждет матч на стадионе Нарт-Черкески. Обновленная команда Карачаева-Черкесии Нарт сыграет с соперниками из Кабардино-Балкарии футболистами «Спартака». Начало игры в 16.00. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Личное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Субтитры создавал DimaTorzok